Привет! С вами я, Руслан Халецкий. Это рубрика «Ответы на вопросы». И погнали! Больше всего набрал комментарий. Естественно, что-нибудь гадкое. Вы любите что-нибудь гадкое? Это плохо. Но все же, комментарий Алексея Большакова. Интересно, товарищ отправит ли мне пилотку и в самой комментарии наберет больше всего лайков? И, Леша, тебя, ребята, поддержали. Они отлайкали твой вопрос. Видимо, им тоже стало интересно. Поэтому, Леха, напиши мне в личные сообщения. Либо напиши в сообщения на канал. Такая функция вроде бы есть. Либо напиши в мой Инстаграм. В Инстаграме есть одна из последних записей. Я думаю, вы найдете. Там про экзистирон. 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 В рекламе получилось. Так вот, экзистирон мы выпустили. Экзистирон самый мощный по содержанию действующего вещества на рынке, который представлен. Здесь 50 миллиграмм экзистирона. И отличается он от всех представленных продуктов на рынке и других, потому что здесь есть еще экстракт и наградные косточки. Тут витамин ПП, витамин П2 и В6. Все эти штуки усиливают действие натурального стерола. Стеролы не путать со стероидами. Стеролы можно и нужно. Стероиды нельзя. Нельзя, нельзя. А то так. Вот. Допустим, что экзистирон. Вот майка. Всем нравится. И всем, кто по какую-то там дату купит экзистирон, в течение дней трех после видео, скорее всего, с каждым купленным экзистироном майка будет идти в подарок. Кто хочет купить просто майку, просто купить может майку. А кто хочет получить ее бесплатно, опять же, там есть пост в инстаграме, там надо просто написать, что вы хотите майку. То есть не нужно отмечать друзей, не нужно делать репосты, вообще не надо ничего делать, кроме того, что написать, что вы хотите майку и быть подписанным на инстаграм. Собственно, все. Минутка рекламы закончилась. Ну, на самом деле, экзистирон шутка хорошая. Итак, если вам интересно узнать про экзистирон, вы можете написать в комментариях, прямо сейчас нажать паузу, да, расскажи про экзистирон. Я расскажу, обещаю, что это не будет похоже на выпуск про жиросжигателей. Я не буду тут идти в сторону. Я буду рассказывать именно про экзистирон. Честное слово. Поехали дальше. Короче, мы отдали Лёше пилотку, а Лёше, я видел, у тебя есть канал. Засранец. Который плохими словами пишет. Очень-очень должно быть стыдно тебе перед мамой и рот помыть с мылом. Или руки. Ты же печатал? Помой руки с мылом. Вот. Снимешься в пилотке у себя в ролике и скажешь, что тебе её отправили. Будьте хорошей. Так. Виноградлиц. Прикольно. Натурашку с такими банками. Наверное, это с другой планеты. Я с этой планеты. Я никогда не предложил, что я тренируюсь на турашку. Точнее, сейчас я уже на турашку давно, но, естественно, я набирал. Не без использования допинга. Не забывайте. Спортсмен выступающий. В финале чемпионата России. Кандидат в мастера спорта по бодибюдингу. Я говорю вам о том, что вы можете шикарно выглядеть без поменения допинга. Я не выгляжу шикарно. Я выгляжу, как вы обычно мне пишите. Как перекачанный лось. Вот. А ещё вы пишите, что я похож на черепашку ниндзя. Вот хочу фотографию, на которой все писали, что я похож на черепашку ниндзя. Если наложить зелёный фильтр и повязку на глаза, возможно. Не знаю, похож, не похож, скажите. Так что, нет, ни на турашку никогда не обманывал никого. Я же, блин, я вообще про всё рассказывал. Вы либо новенький, либо невнимательно слушаете, но всегда ответите. Вот. Он набрал в комментариях тоже 25 лайков и кучу комментариев. Спасибо, ребята. На самом деле, вы молодцы. Дальше. Где Шикарин делает своё питание? В подвале или гараже? Он делает своё питание на предприятии. Название, которого я не знаю. Местоположение, которого я не знаю. Я там никогда в жизни не был. Если пригласят, приеду, посмотрю, скажу своё мнение. Предприятие, там принадлежит бренду Макси. Макси Моллутришн. Во. Так, дальше. Космос. Хорошие слова и добрые. Тебе привет. Рок-н-ролл. Так. Привет. На чём зарабатываешь? Спортпит вроде умирает совсем. Мухаммед Али. Итак. Нет, я зарабатываю на спортивном питании. Я зарабатываю на фитнес-индустрии. Мы очень хорошо продаёмся. Плюс мы... У нас завод собственное, собственное предприятие. Мы выполняем контрактную работу. Мы выпускаем другие бренды спортивного питания. Капсулируем, смешиваем, упаковываем. Ну, много чего делаем. Мы выпускаем так, что нам обращаются вентразные компании. Мы выпускаем капсулы, там, для БАДов. Мы выпускаем всякие, там, геологически активные добавки, другие комплексные добавки к пище. Мы выпускаем, там, иногда к нам обращаются. Мы занимаемся фасовкой каши, мюсли, мы фасуем орехи. Ну, то есть у нас крупное предприятие, многопрофильное, много чего можем делать. Какие-то помещения мы сдаём в аренду, потому что у нас позволяет площади давать аренду некоторым людям. Что ещё? Уже практически месяц работает компания Мамин Борщ. Это для тех, кто в Питере. Ребят, Мамин Борщ, доставка готовых вкусных рационов. Вот такой он, сколько с ним? Нравится? Да, он забавный, он привлекает внимание. Да, его мы придумали. Для девочек он только с написью. Вот, Мамин Борщ, доставка готовых рационов. Типа Гроуфуда. Хотелось бы только вкусно. Это, наверное, неправильно. Так говорить нельзя. Просто, ну, короче, ну, вы знаете, сколько Гроуфуд. Вот, такая же система доставки готовых рационов. Просто за неё отвечаю лично я. У нас именно, опять же, своё производство. У нас свои повара. Повара учились по 10 лет в Израиле. Хочу, фу. Реклама понеслась, не буду. Хочу, Мамин Борщ, кому интересно, внизу ссылки на первый рацион, на первую неделю 20% скидка. И потом 10% скидка будете говорить, что вы просто вот от вашего покорного слуги, от Руслана. То, что ещё? С сентября открываем столовые в высших учебных заведениях. Будем кормить студентов. Вот. Рассматриваем сейчас помещение под зал. Ну, хочется что-то такое атмосферное, чего практически нету в России. Очень понравился мне гараж Джим в Екатеринбурге. Очень крутой зал, очень атмосферный. Вот хочется нечто подобное. Тем более, Питеру такое место нужно. Однозначно. Ну, это, наверное, А, ну, Гормон Рососмотекс. Вы знаете. Опять же, ссылка внизу. Всё хорошо. Людям очень нравится идёт. То есть, это вокруг фитнес-индустрии разноплановые роды деятельности. За счёт этого я зарабатываю. И очень много мне пишут по поводу тренировок и консультаций. Да, я консультирую. Да, я онлайн, так скажем, беру ведение. Не скажу, что усилия дороже, чем остальные. Не бесплатно. Но, кстати, очень много означает бесплатно, поэтому, когда у вас есть вопросы, вы можете мне всегда написать. И если вопрос умный, и он достаточно, так скажем, лаконично выраженный, я могу на него ответить вам и ёмко, и коротко. То есть, не так просто. Ладно, я пишу тренировку. Ребята, это не просто. Мне нужны ваши болезни, фотографии в базовых позах, мне нужна ваша энергия, остаташная груза. Мне нужна цель ваша, вообще цель. То есть, мне нужно скинуть фотографию, я хочу выглядеть вот так. Очень много всего в ваш бюджет, ваш режим работы, ваш режим тренировок. То есть, чтобы стать в программу, нужно потратить кучу времени только для сбора анкетных данных. То есть, у меня там прям такой вот список вопросов, которые я скидываю человеку, перед тем, как он хочет со мной, так скажем, работать. И многие просто, они не готовы заполнить банальную анкету о том, что какие у вас были травмы раньше, болит, не болит в лоб. Ну, про разные моменты. И говорят, просто напиши мне программу за деньги. Я не готов брать тебе деньги, просто тебе программу, если они не готовы заполнить анкету. Лучше я этих денег не получу, потому что я считаю, что это бессмысленно. Есть куча людей, которые просто вот так вот, типа, программа на анкет, или программа на тренировок. 5000 на, по-моему, этой программой можно подтереться, и люди, которые дают такие вот рекомендации, не всегда правы. Кто хочет, как я тренируюсь, на канале есть куча роликов, и будет еще, сейчас поправлюсь, начнем снимать. Так что, кто, короче, желает, хочет попасть ко мне на ведение, так скажем, условно говоря, чтобы я был вашим тренером, да, вы можете обратиться, да, я гарантирую результат. Мало того, я готов даже с вами за три месяца подписать какой-то финальный результат, так скажем, и если вы мне говорите, что через три месяца, что я результатом недоволен, я вам банально верну ваше потраченное средство. Вообще без проблем. Вот. Так, дальше. Филя Лашпет пытался хвастаться, что его девушки самая лучшая пилотка в мире, и, к сожалению, в комментариях другие ребята это подтвердили. А-та-тай. Две секунды продолжу в 30-минутном видео, у которого на превью надпись доча, надпись доча, наебалово кликбэд, лохотрон, ты лысый пиздобол. А вы невоспитанный молодой человек, и я же ответил по поводу, но если мой оператор так считает, это вопрос был, я на него ответил, чей он должен быть, как остальные говно пережевывать в интернете. Пережеванное говно, которое так услаждает ваши уши и душу, находится на других каналах. Я думаю, вам надо подписаться и туда съебать. Вообще, хотите, давайте сделаем так. Давайте я строчую каплю приглашу на интервью, и мы болтаем с Сашей. Потому что Вадим, скорее всего, не думаю, что Вадим захочет. Но, опять же, Вадим захочет тоже. Я им предложу обои. И скажу вам, первое, что они ответят, когда-то они пообщаться. Вот. И можно сделать такой ролик из двух частей. Старощук и Вадим Иванов. История нашего расставания. Ну, что-нибудь такое. Так. О, ребята, вот это вот, что я распуканила. Эх, Руслан, с 12 лет тренировок я лично понял, что главное питание, и чередование периодизации. Но все же питание и сон для натурала, это действительно на первом месте. Перечитываю. С 12 лет тренировок я понял, что главное питание и чередование периодизации. То есть тренировки. Я понял, что важно тренировки и питание. Запитая вы пишете, но все же на первом месте питание и сон. Во-первых, определитесь. Во-вторых, если самое важное это питание и сон, то зачем вы тренируетесь? Вы можете спать и кушать. И экономить примерно, ну, грубо говоря, минимум 8 часов в неделю, да больше. Плюс дорога, только тренировки я посчитал. Дорога, помыться, переодеться. 16 часов в неделю вы можете экономить, чтобы не тренироваться, раз это настолько не важно. Я вам повторюсь, лично для меня, лично для меня, для отдельного индивидуума со своими физиологическими особенностями, сам важный в спорте, каким бы я ни занимался, вот берем мы, да, бодибилдинг, являются тренировки. Я могу плохо питаться, я могу плохо спать. Ребят, я плохо сплю последние 7 лет. Не то, что я бессонница, я мало сплю. Я ложусь в среднем. В пол первого ночи, в данный момент, уже 2 года, у меня у нас доченька, я встаю стандартно в 5.30-6 часов утра. Я не сплю днем. Да, я практически уверен, что это было бы невозможно вывести, и я бы давно, наверное, кончился, если бы не добавки из разряда комплекса добавок пищи, которую мы выпускаем, да, то есть мы сейчас сделали 5 HTP, я плюю его на ночь. У меня есть смех, мелатонин, который я привожу лично для себя, потому что его нельзя официально выпускать в России, но да, я принимаю смех, мелатонин. Тяните курсами, пью перед сном. Я пью перед сном глицин, я просыпаюсь, употребляю гуарануз, жиросжигатели, которые включают мою нервную систему, ускоряют и УЦНС. То есть это называется сейчас биохакингом, возможно, да, я пью витаминов большое количество, разнообразных. Вот у меня очень быстро поправляется плечо, благодаря коллагену и другим добавкам. Вот как бы так. Вы для себя определитесь, что важно на самом деле? Я говорю про себя. Я считаю тренировки крайне важными вещами. Я знаю огромное количество ребят и тренировок, которые употребляют стероиды, тренируются, жрут, блядь, постоянно, сидят в зале на жопе ровно, ничего больше в жизни не делают, у них работа занимает 4-5 часов в день и, поверьте, они выглядят так, как будто бы они даже не качаются. А они в зале уже лет по 10. И многие из них, ну, подходя ко мне с вопросами, первый вопрос такой такой, Рус, а вот у меня курс, подскажи. Я говорю, слушай, какой такой курс, ты как вообще тренируешься? Давай я тебе тренировки твои посмотрю. Не-не-не, я тренируюсь, я там вообще бог качалки, я все знаю, я охеренный специалист, вот по курсу подскажи. Скажу вам честно, любой курс будет работать. Самый тупорылый. Любой допинг. Вот в кучу все смешайте, блин, колите, блин, не по расписанию, он будет работать. Плюс-минус довольно-таки эффективно на уровне любителя. Но где же результаты, где эти толпы культуристов? Такое количество ребят употребляет стероиды, что просто трындец. Но при этом по ним не скажешь. Вот такие дела. Я вам высказываю свое мнение. Ваше мне интересно, но не всегда, не всегда врать не буду. Вот. Конечно, питание это важно, друзья мои. Это просто не обсуждается. Интересные видосы, но с темы соскакиваешь часто. Спасибо за то, что делаешь. Да, Жень, ты прав. Ну вот так, грубо говоря, приходите меня послушать, мои байки. Делайте кардио в это время. Вот делайте кардио, это важно. Я, кстати, начал бегать. Начал бегать. Тяжело. А поначалу еще плечом болело, даже бегать было больно. Прикидите, у меня еще, ну, я отбрал второй же манжет такой, который крепил руку сюда, чтобы вообще не двигалась. Я вот с ним бегал, выглядело это забавно крайне. Уже вторую штуку. Не то, что не ношу на самом деле, ношу периодически. Ну, снял для видео, а то у не совсем какой-то дурак бы стоял, знаете, с повязкой такой. Сомнительная тема. Такой вопрос. Руслан, ты работал тренером? Можно ли зарабатывать на этом? Денис Гусев говорил, что зарабатывал от 150 тысяч. Неужели это реально? Я работал тренером, когда учился на дневном отделении института. Я вставал в 6, к 7 приезжал на работу. С 7 до полдевятого я проводил 3-4 тренировки. Ставка в те времена у меня была где-то, это 8 лет назад, наверное, получается. Да, 8 лет назад ставка у меня была где-то 650 рублей. Я получал на час тренировки, клиенты платили в кассу 1200. Я проводил 3-4 тренировки, у меня клиенты всегда занимались вместе. У меня была позиция очень простая в клубе. Я говорю, что, ребята, я тренер, я даю задания, контролирую, я вас тренирую. Если вам нужен инструктор тренажерного зала, какой им является большинство, этот труд уходит за вами, считает, вешает, снимает блинчики, безусловно сейчас с вами разговаривает и выклянчивает из вас деньги. Вы ходите к нему очень долго, постоянно, результата у вас нету, потому что он дать его вам не может, но как бы он вас вылизывает, облизывает. Это инструктора, гип в зале достаточно большое количество, вы можете к нему обратиться. Я тренирую. Вот. Ну, при этом я с всеми клиентами общался, у меня прям они, клиенты все дружили, многие мои клиенты общались вне зала. Ну, не суть. Короче, вот, с утра я проводил 3-4 тренировки. Я ехал в институт, приезжал к середине первой пары, то есть, ну, вы знаете, 45 минут, перерыв, потом 45 минут. Пары у нас так шли. Соответственно, вот я перерыв приезжал, дико на меня никто не ругался, потому что типа спортсмен, типа с работы нормально. Обычно я сидел максимум 2 первых, либо 2 первых с половиной пары в институте. Потом уже ехал опять на работу, тренировался, либо с клиентами, потому что у меня начинались с 5-6 часов, либо тренировался один, если их не было, там вторник, четверг, например. И где-то я заканчивал работать в 11. И, грубо говоря, даже в те времена, мне было мало лет достаточно, 20 лет мне было, 8 лет назад, я зарабатывал на тренерской деятельности порядка 90 тысяч, но это Питер, это не Москва. И я еще продавал спортивное питание в клубе, в пакетиках просто приносил, со скидкой покупал, на велосипеде не привозил, у меня уже была машина, я ее купил в 18 лет на скопленные, заработанные деньги. Я в 18 лет уже работал тренером, мне исполнилось в 18 лет, но я сразу пригласил на работу. Как только мне исполнилось в 18 лет, меня сразу пригласили на работу, потому что в 17 лет я прошел собеседование во все клубы, но взять меня работать не могли. У меня уже в это время был получен диплом Вейдера, по-моему, в те времена я был первым и единственным человеком, который тогда, на тот момент того существования этого колледжа бодибилдинга, ответил на все вопросы полностью финального экзамена, без единой ошибки и быстрее всех. И Москва тоже, потому что я ему дал себя списать и за него решил. Он был хороший мой друг, да и есть мой хороший друг, если смотришь, привет. Мы вместе занимались, мы вместе изучали, учились, было здорово, очень хорошие были времена. Едили куру, куру, гречу и огурцы. На перерывах, как вспомнил. Ой, качок я был, качок прям. Забавно. Так, я хочу заметить, у всех лысеньких бодибилдеров папки были тоже лысенькие и фарма тут ни при чем. Дмитрий, кстати, папа у меня до сих пор с очень хорошей прической, у меня вообще забавная ситуация. Отец, во-первых, выше меня, во-вторых, он голубоглазый, блондин со светлой кожей, такой истинный ариец прямо. То есть папа у меня из Белоруссии, корни мои вообще, так скажем, от скандинавов идут, деды из Польши, там мой род, есть упоминания в летописях от 1600-х годов еще, есть герб, ну не суть. Вот. А с маминой стороны как раз таки у меня, с стороны мамы татары. Вот, казанские татары, то есть прям настоящие-настоящие. я такого цвета. Так вот, папа у меня с волосами, а вот дедушка мой, да, вы абсолютно правы, мой дедушка был лысым уже в 25 лет. Дедушка Минный Хауля, Бабайка, да, Бабай это по-татарски дед, ну и на многих тюркских языках, то есть там турецкий, там еще какие-то языки, группы, да, татарский похож. Чем-то на турецкий, вот, Бабай это дед. То, что в России помогает вот слово Бабайка, детей, не знаю, с чем связано. Просто дедушка. Так всегда называли его Бабай. Имя у него Минный Хауля. Вот. Соответственно, он очень рано облысел. Я, на самом деле, не лысый. Я брею голову каждый день станком. Я брею голову каждый день станком. Бывает два раза в день, если мне нужно снять видео, например, чтобы выглядеть адекватно в кадре. В детстве у меня было серьезное заболевание, оно как бы и сейчас есть. Это называется очаговая лапеция. У меня выпадали волосы такими кругляшками, там диаметром до 3-4 сантиметров. Неизвестно с чем это было связано. Вот. То есть есть небольшое поредение волос, не все восстановилось. Но, конечно, такое. Меня не парит, мне очень как бы нравится, меня устраивает, все привыкли. Не думаю, что это проблема. Так, что-то я не пойму, куда ты смотришь. А, да, в одном из роликов я смотрю где-то вот так вот, да, и весь ролик вот так вот разговаривают, видимо, со стеной или с фантомом. Но нет, ребят, просто было включено две камеры, я смотрел в одну, а она, короче, не включилась. Вот. И поэтому я похож на дебилы. Бывает. Лев С. Где обещанная экскурсия на завод? Генетика. Интересно же. Ну что, давайте. Если вы из Питера, вы смотрите сейчас этот ролик. Просто я посмотрю по порядку. Пять человек идут на экскурсию со мной, а времени мы с вами согласно договоримся. Сразу говорят, это будет будний день в диапазоне, как бы так скажем, скорее всего, после двух часов дня. В выходные завод закрыт. Поэтому просто пишите по очереди. Надо вам как-то связаться, получается, со мной, да, еще. Уф. Ну, короче, мы с вами придумаем, я думаю. Может, в комментариях потом просто напишите ваше ID ВКонтакте. Вы пока просто пишите, нажимайте на паузу, пишите «Хочу на экскурсию на генетик». Мы потом посмотрим по комментарии, просто по порядку на «Откроем» на Ютубе. Ютуб бывает перетасовывает криво, но кто-то точно попадет. Вот. Я буду смотреть, пишу и буду писать по нашему комментарии типа «плюсик». То есть это означает, что я жду от вас ваш контакт. Скорее всего, просто в ответ на мой плюс мне на канале под вашим комментом еще оставить ваш ID ВКонтакте. И вот уже там с вами свяжутся мои сотрудники, и мы договоримся о проведении мероприятия. Вы посетите завод компании Unity Club. Лев, тебя я приглашаю лично. Пожалуйста, мне напиши. Надеюсь, ты смотришь этот ролик тоже, и вы увидите, как творится волшебство. Так. Что там с пилоткой кому досталось? Алёше, по-моему. Виктория Волина. Руслан, хочу ставить тесосторонку 50 через день на постоянной основе. Цель тонуса – постепенно набирать мышечную массу. Твое мнение? Моё мнение, что вы будете, скорее всего, набирать только очень густые, красивые волосы, но на подбородке. Вот. Поэтому не стоит колоть 50 мг тесосторона через день. А если вы молодой человек, то тоже не стоит, потому что вы внесёте экзогенные гормоны в организм, эффекта вы от этих дозировок практически не получите, нанесёте себе вред, не нужно. Понимаете, нельзя сесть на ёлку и потом не пердеть ароматом шишкин лес. Отсвежить для воздуха. Поэтому не нужно. Не балуйтесь. Так. О, почему качки такие лицемеры? Видел, что с Голубочкиным, какого-то уя, он рассылает свои голые фотки как проститутка. Самый больше сохранял под поведение бикинисток. Ух. Слава Богу, я не видел голой фотографии Голубочкина, потому что и одетый так, как бы, не вызывая желание его смотреть. Я не знаю, почему он так себя ведёт. Я считаю, это всё вообще не знаю. Это вообще какая-то хуйня, на самом деле, рассылать голые фотки. Не знаю. Я помню ситуацию, когда он на чемпионате России, по-моему, послал судью, как бы, его после этого не скалифицировали. Тоже. Ну, ведёт у себя не очень правильно. Не знаю. На камеру хайп, не хайп. Поведение такое. Не могу сказать. Чужая душа потёмки. Я не одобряю его поведение и высказывание. Особенно, когда они потом расходятся с делом. Вот это самое плохое. То есть ты можешь говорить плохо. Да, там, допустим, вот он говорил, что все девушки в бикини плохие. Но после этого он бегал с ними, фотографировался и обнимался. Да, ну вот это вот самый трэш. Ну, считаешь, ты их такими не девушками, скажем, низкого социального, низкой социальной ответственности, то, соответственно, и не надо с ними тебе общаться. Привет. Как относишься к криптовалюте? Есть ли инвестиции в неё? Когда начнёшь открывать оффлайн на бренд-магазинах в регионах? Ооо, посоветы, как накачать ноги. Чаще качать, их более тяжело или можно акцентом какие-то упражнения делать. Спасибо. Никита Казак, на твоём вопросе, я думаю, остановлюсь. Вот. Нет, не остановлюсь, там ниже ещё есть хорошее. Так. Как относишь к криптовалюте? Так, у меня есть фермы, они работают, я ничего, всё, что майнится, там лежит. Просто как вдруг произойдёт то чудо, о котором все говорят, и эта крипта пригодится и подорожает. Ну почему бы, так скажем, не сделать ставку на это? Потому что в целом сам по себе блокчейн как технология вещь очень крутая, но очень сырая. И в данный момент всё, что связано с криптовалютой, это либо спекуляция, либо это обман и пирамиды, и в меньшем количестве случаев это уже действующие реальные краничи, приносящие деньги, проекты. Либо это просто методика ICO для сбора денег, которая могла бы быть и не на базе крипты построена, просто это весьма удобно. Опять же, то, что это весьма удобно подчёркивает прогрессивность и интерес непосредственно технологии блокчейн. О самой технологии я не то что там узнавал, я читал литературу, прочитал книги, потому что, ну, посчитал необходимым иметь более-менее развернутую информацию о той вещи, которая со временем станет повсеместно использоваться в жизни человека. Меня миновал, миновали проблемы с криптой, скажем, я бы не вкладывал много, я не терял, не зарабатывал, майнится. Я думаю, что в течение уже месяцев ещё пяти отобьются те фермы, которые были куплены под прошлый Новый год. То есть была расчётная у них окупаемость в год. Потом, если спросите, скажу ему, купилась или нет. Так. Оффлайн монобренд-магазины утопия и глупость. Полная прям идиотизм около монобренд-магазины. А вот оффлайн мультибренд будет, и он будет подобен iHerb. И сайт будет построен мультибрендовый, как iHerb. Поэтому, ребята, вот тут сейчас я вас прошу, всё, что вы можете купить не на iHerb или не на MyProtein, все товары, которые есть аналоги в России, пожалуйста, покупайте в России. Мы выпустили 5HTP, мы скоро выпустим GABA, мы выпустим HMG, мы выпустили Экдестерон, у нас есть витамин С, у нас есть ЦЛА, Куэнзим Q10, у нас есть глюкозамин с интернетином СМ, два вида, с разными формами глюкозамина, у нас есть LST-Join с коллагеном, аналог лилобрады, у нас есть все виды протеинов, которые только существуют. Мы, например, гидроэсплак, делаем всё. Идите в магазины, где мы продаёмся, и купите у этих ребят продукцию. Она будет стоить столько же, сколько на iHerb. Эти ребята заплатят налоги в российскую казну. Мы заплатим налоги. Я знаю, что у нас государство воруют и наше правительство конченые пидорасы. Но, посмотрите в окно, там есть дорога. Какой-никакой асфальт там есть, что-то из налогов идёт на дороге, возможно у нас есть друзья или родители, работают врачами или учителями, и они получают бюджетную зарплату. Эту зарплату платим им. Мы что-то плачу лично я, потому что именно мы платим налоги. Поверьте, государство всё берёт с бизнеса. Или с продажи ресурсов, нефти, алмазов, дерева, икры, которые принадлежат, кстати, вам. Государства вам отношения не имеют. Это принадлежит народу. Но это всё пойдёт. Я не думаю, что вам интересно это слушать. Если интересно, пишите. Могу покомментировать. Поэтому вот мы можем заменить ахерп, мы это сделаем, мы уже с ним его меняем. Если пойдётесь с бесплатной майкой вместе с гистероном, вы можете посмотреть сайт, поковыряться, и вы увидите, что есть огромный поиск продуктов, которые выпускают. Есть два разжигателя уже там, да, мужской, женский, я про них рассказывал, есть ролик ниже. Ну, много всего. Так, поэтому мультибред хочу. Как качать ноги? Никита, ответ будет. Я произносил эту фразу до этого и произнесу эту фразу ещё раз. Запомните. Если у вас в данный момент нет прогресса в ногах или в любой другой мышечной группе, есть единственный способ получить прогрессию. Вам нужно перестать делать то, что вы делаете в данный момент и начать тренироваться по-другому. И посмотреть на результат. Я не ванга. Качать чаще, может быть, так поступил я. Качать реже и тяжелее, может быть, это действует на многих ребят. У вас свой путь, вы его точно найдёте. Главное, смените ту методику, которую вы делаете сейчас. Либо внесите в неё корректировки. Возможно, вы что-то делаете неправильно. А может быть, писали ребята выше, вы действительно банально не доедаете и недовосстанавливаетесь. Что тоже может быть существенным существенным и очень порогом для вашего прогресса. Так, Руслан, начни снимать влоги АББ. Около ББ интересные моменты из твоей жизни. Я бы с удовольствием смотрел бы. Станислав, знаете, я об этом думаю постоянно, но я такой человек, я когда живу, я живу. И мне сложно хватать камеру и что-то начинать снимать. Это раз. Второе. Очень много аспектов моей жизни из-за того, что я занимаюсь бизнесом, крупным бизнесом. Я не всё могу афишировать то, что реально интересно. Поэтому я попробую, да, в данный момент у меня есть мысль попробовать хотя бы вести некий влог или блог. Я не знаю даже, чем это отличается. Я весьма аналоговый человек. Я даже не понимаю различия влога и блога. Для меня кроме букв ничего не отличается. Так вот, о том, как я научусь тренироваться после повреждения плеча, как я завтракаю, что я там делаю, что я собираю на тренировку, поскольку я встаю, там утро, как быстро позавтракать, что сделать и так далее. Может быть, вам действительно интересно. Это будет, наверное, чем напоминать серию роликов. Рич Пиано. Больше день за днём. Есть идея для этого проекта. Будет называться, возможно, Гейн и Гейн. Кстати, так называется магазин наших друзей и партнёров в Москве. Название, считайтесь, ну, не то, что видел, позаимствовал. Думаю, ребята будут не против. Звучит здорово. Гейн и Гейн. Очень приятная игра слов, созвучная в сердцу культуриста, потому что, ну, наш спорт пришёл из США. Итак, вот на этом, блин, такие крутые, листаю. Короче, я потом, что не ответил, отвечу, постараюсь в новом выпуск снять пораньше всё-таки, без такой большой задержки. И, может, подтяну ещё вопросы отсюда, потому что были под этим роликом, потому что тысячи достойные. Просто понимаю, что уже время тик-так, кардио хватит делать, катаболиться начнётся. Шучу. Это ерунда всё. Но всё-таки хватит. Давайте. Василий Воробьёв. Спасибо за труд. Хотел задать несколько вопросов. Первый. А, это, оказывается, не один. Действительно ли необходимо перед началом массового набора по максимуму засушиться? Не то, что необходимо, но было бы здорово, если вы приведёте своё тело в порядок и избавитесь. Это не то, что необходимо, но было бы здорово, если вы приведёте своё тело в порядок, избавитесь от лишнего жира. Тогда набирая будете выглядеть лучше, у вас будет больше мотивации, больше эндорфинов от вашего тренинга, от вашего внешнего вида, который, ну, это мотивирует, это важно, будете получать. Поэтому я считаю, что да, может быть, не по максимуму засушиться, но до процентов, так скажем, до появления пресса хорошего, стоит избавиться от жира. Тем более, что жир всё-таки активная клеточная масса, если вы полненький и решаете, что нужно здесь на массу, то превалирующим количеством тканей будут жировые, которые вы получите. Могут ли витамины провоцировать развитие раковых клеток? Спасибо. Вообще ситуация такая, что развитие раковых клеток может провоцировать что угодно. Раковая клетка – это клетка, у которой нарушается её заданная от природы программа. На самом деле у вас ежедневно, ежечасно образуются раковые клетки, с которыми справляется ваш иммунитет. Но в какой-то момент он может банально не справиться. Вот как это происходит. Провоцировать может быть? Да, может какой-то избыток витамина спровоцировать. Реальный избыток. Либо нехватка витамина. Стресс, вирусное заболевание при падении иммунитета. То есть очень-очень много аспектов. Рак практически слабо изучен, как вы знаете, практически не лечится. Переводится в состояние ремиссии, возможно возникновение. То есть нет 100% гарантии от него излечиться. Есть у меня к этому поводу даже история. Грустная, не знаю, грустная, интересная или просто интересная, не сильно грустная. Я пока не знаю, стоит ли этим делиться. В общем, много чего может ревоцировать Рак. И об этом сложно очень рассуждать. Ответ – да, может. Вероятность везде. Я считаю, в этой жизни вероятность вообще всегда один к одному. Либо да, либо нет. И каждый день будет так, ребят. Ты сегодня не умрешь, либо ты сегодня проживешь с улыбкой до вечера. Все остальное – это уже погрешности. Всегда есть черное и белое. Да, нет. 50% вероятности. Так же в этой ситуации. На этой позитивной, ни хера не позитивной ноте, я с вами попрощаюсь. Ваше здоровье. В Питере жара. Надеюсь, у вас тоже. Увидимся в следующем выпуске. И пишите в комментариях ваши вопросы, я на них отвечу. Если интересно про какие-то продукты, напишите. Это особенно интересно мне с вами поделиться информацией о данных продуктах. Пока. Высокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Club создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасностью ХАСП и ИСО. Genetic Club. Когда важен результат. Продукция имеет свидетельство о государственной регистрации.